Во-первых, Москва — это самое популярное направление из нашего аэропорта. Четыре авиакомпании летают из Риги в Москву почти 10 раз в день. Очень рады, что недавно список авиакомпаний, которые летают в Москву, пополнила авиакомпания «Победа» — это «Лоукостер», компания из группы «Аэрофлота». Довольны первыми результатами этой авиакомпании. И, конечно, это не только Москва. Эти авиакомпании соединяют наших пассажиров со всей Россией. Например, авиакомпания «Ютэйр», которая очень большая сеть по всей России. Ну и, конечно, так как аэропорт Рига развивается так же и как транзитный хаб. И это наше будущее. Мы видим, что у нас уже в этом году будет почти 8 миллионов пассажиров. Это для страны, где только 2 миллиона жителей. Это очень-очень хороший результат. Но если мы хотим расти и все дальше, мы смотрим в сторону транзита. И быть хабом между Россией и Европой и наоборот — это для нас очень выгодно. И мы очень гордимся нашим переводчиком главным. Это авиакомпания «Аэрболтик», которая соединяет Москву с остальной Европой. А какова сейчас доля транзита в общем пассажиропотоке? На данный момент доля транзита более 30%. Вот до месяца октября это 31%. Это довольно много. Да, это достаточно много. И, конечно, это делает свое давление на инфраструктуру аэропорта, также на рабочую силу, потому что авиакомпании, так называемые хаб-карьеры, они хотят лететь в час пик, так, чтобы соединение между полетом было максимально короткое и удобное. Потому что мы видим, и это один из топиков в этой конференции, point-to-point против hub-and-spoke бизнес-модели. И чтобы мы выигрывали как хаб, мы должны вот это время, connection time между рейсами держать максимально быстро, инфраструктуру поддерживать на уровне, чтобы мы могли обслуживать удобно пассажиров и авиакомпании. Ну, у нас, например, turnaround время между шенгенскими полетами 25 минут. За это время и пассажир должен успеть перебежать на новый, на следующий полет, а также и багаж должен быть перевезен. Ну, не шенгенские назначения и шенгенские, это, например, Россия и Европа, это 40 минут. Тоже очень быстрое время. У вас в аэропорту лидирует Air Baltic, как я понимаю. Это гибридная авиакомпания, как они себя позиционируют. И есть также крупнейшие лоукостеры Европы. Обычно лоукостеры, они требуют быстрого оборота самолета в аэропорту, потому что им также нужно быстрее загрузить самолет и быстрее отправиться. Как вы обеспечиваете именно оборачиваемость самолетов? И сколько обычно по времени от вас требуют, чтобы это составляло? Да, ну, вы правильно сказали, Air Baltic это гибридная авиакомпания. И я бы сказал, что наша инфраструктура тоже гибридная, потому что у нас есть инфраструктура, которая очень важна для Legacy Carriers, а также для лоукостеров. Ну, например, для лоукостеров очень важен Walking Stand. Это стоянка для воздушных судн, куда пассажиры могут пешком из терминала дойти в очень быстрое время, чтобы посадка производилась и спереди самолета, и сзади, чтобы трапы были два. Ну, вот этот фактор очень важен для лоукостеров, и это разрешает нам держать turnaround time 25 минут, которые очень тоже короткие. Могу сказать, что мы очень гордимся то, что мы один из редких аэропортов в нашей категории, между 5 и 15 миллионов, у которых есть подземная система заправки топлива. Значит, можно гидрантами заправить. Это важно, например, для воздушных судна, которые большого размера. И таких у нас тоже бывает, и именно по карго-бизнесу. И, как мы знаем, авиакомпании зарабатывают деньги, когда они в воздухе, но не тогда, когда они на земле. Вы затронули тему грузовых перевозок. Насколько я понимаю, что у Риги есть довольно-таки амбициозные проекты расширения в части грузоперевозок. Расскажите, пожалуйста, об этом. Да, мы стараемся работать по всем направлениям авиационного бизнеса. И грузовые перевозки – один из самых главных направлений. На данный момент мы строим полностью новый перрон, именно для грузовых самолетов. Перрон номер 5, рядом с которым будут построены в ближайшее время два новых логистических центра. Один из них – это DHL Express. Это будет самый модерный логистический комплекс в Европе. А по второму комплексу мы в самое ближайшее время начнем международный тендер. Наше направление работы – это рынок Азии. У нас уже сейчас мы принимаем грузы из Китая. А также, конечно, российские направления и направления СНГ, которые тоже важны. Ну и, конечно, хочу отметить, что также мы развиваем и отрасль бизнес-авиации. У нас уже много лет подряд развиваются новые терминалы по бизнес-авиации, которые получили также награды, как лучшие бизнес-терминалы в Европе уже много лет подряд. Расширение самой инфраструктуры именно самого аэропорта как-то планируется? Да. Недавно мы закончили расширение так называемой таможней зоны, Airside. Мы в два раза увеличили количество посадочных гейтов. Но на данный момент наш bottleneck и весь акцент ставится на публичную зону терминала. Это зал регистрации, это security-контроль. И это, может быть, та инфраструктура, которую не все видят. Это система обработки багажа. И в ближайших трех-четырех лет мы собираемся удвоить общую вместимость терминала, именно построив новый зал регистрации, security, а также этажом ниже новую систему обработки багажа, которая будет полностью автоматичная. Начало строительства когда запланировано? На данный момент мы заканчиваем работу по техническому проекту. В следующем году, это 2020 году, у нас будет тендер по строительным работам. И с 2021 года мы начинаем уже строительство, которая должна закончиться, но в течение, мы смотрим, двух, двух с половиной лет. Хорошо, спасибо большое, успехов вам. Спасибо вам большое.